Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и буквально пару минут назад стартовал сезон 3 Противостояния. Долго ждали мы этого игрового события и вот наконец-то оно началось. Что принесло нам данное событие и что несет нам сезон 3 Противостояния? Три машины в принципе как обычно. Но что меня ребят действительно порадовало, так это то, что разработчики сюда положили три машины разных типов. На седьмом уровне, ну а точнее первая машина которую вы забираете это семерка ПТ-шка. И Сайлнсер действительно интересная тачка, в чем-то очень похож по геймплею на проходную ПТ-ху Британии. Но все же ребят у него в виде топа здесь обалденное орудие, у которого два снаряда в магазине и довольно-таки неплохая альфа в 310 за каждый выстрел. Что касается Свиндлера. Свиндлер это легкие танки. Вы знаете, я не любитель легких танков, я больше люблю ПТ-шки и тяжелые танки. Ну а легкие танки мне не сильно нравятся, потому что на них очень быстро разбирают и какой-то очень такой хаотичный геймплей как правило на них. Но Свиндлер мне действительно понравился. Машина крутая и для меня это очередная имба фана. На которой можно весело покататься, круто понастреливать, ну и действительно неплохо повеселиться. А для меня это самое ценное в танках. Единственное что, действительно весь кайф ты ощущаешь тогда, когда открываешь полностью всю машину, выводишь ее в топ и здесь орудие становится еще более веселым, с более хорошими характеристиками. Что же касается нашего фанрика, который расположился здесь в виде третьего танка. Это тяжелый танк с барабаном на два снаряда. И я бы сказал так, стоит очень, очень хорошо подумать, причем несколько раз, не просто над тем открывать или не открывать, а прокачивать или его на полвы. Забегая наперед, кратненько скажу, когда вы играете на базовом состоянии данной машины, ну совсем не те ощущения, когда ты играешь уже в топовой версии данной тачки. Короче говоря, от меня лично, большая благодарность разработчикам за то, что положили именно ПТшку, легкий танк и тяжелый. Потому что во втором сезоне, в предыдущем, были все средние танки и это было не настолько интересно и весело. Здесь же есть возможность получить три разнотипных машины, которые имеют абсолютно разный геймплей. Как получить себе данные машины? Ну, в принципе, все как обычно. Вы можете покупать за реальные деньги товары в магазине в виде наборов и оттуда брать себе вот эту игровую валюту, которую можно также получать из всякого рода вот таких вот простеньких или не очень простеньких квестов. Я лично считаю, что за 4 дня сыграть 15 боев для того, чтобы получить себе 3 раза по 260 единиц вот этих вот сниппетов, господи, назвалишь? Короче говоря, вот эти вот фиговины красно-черные вы забираете из вот таких вот квестов абсолютно бесплатно. Я считаю, что это действительно очень круто и стоит замороченно над тем, чтобы их забирать, ну и, соответственно, бесплатно прокачивать себе данные машины. Также вы можете получать данную игровую валюту, если вы играете в каком-то очень крутом, хорошем клане. Допустим, как у меня, ребята уже приближаются к закрытию полностью всей недели и за каждую вот такую вот закрытую часть из 10 пунктов вы забираете себе еще по 32 этих сниппета. Короче говоря, за неделю в толковом клане, который выполняет полностью все КБЗ и закрывает неделю на все 100%, вы забираете еще 320. Где еще брать? В рейтинговых боях каждую неделю вы можете зарабатывать вот в этих вот рейтинговых боях до 500 сниппетов. Написано, что вроде бы играя просто в рейтинге, но по факту я лично помню, что в предыдущем сезоне за победный бой давали 50 сниппетов и так 10 победных боев в неделю, за которые можно было их получить. Итого 500. Если посмотреть на вот эту вот линеечку, то вы поймете, что в принципе только ленивый не заберет себе машину первую, а именно сайленсера. Я не знаю насчет того, хватит ли духу прокачать полностью всю машину, все-таки 12200 это многовато. Но возможно разработчики порадуют нас всякого рода ивентами и подобными вещами. Кроме того, ребят, можно забирать игровую валюту, покупая себе или не покупая себе. Особый пропуск, здесь уже все зависит от вас, будете вы этим заниматься или нет, на батл пасс этого месяца. Это операция «Хищные птицы», которая принесет вам легендарный камуфляж на француза. Ну и как вы видите, вот эти сниппеты положены в данном батл пассе. В этом конкретно батл пассе 1300 сниппетов лежит здесь наверху. Короче говоря, забрать себе первую тачку однозначно хватит духу всем. Ну а остальным придется решать, вкладывать реальные деньги или нет, для того, чтобы проходить данную цепочку до конца. Или хотя бы, я бы рекомендовал до Свинглера в полной его великолепной, скажем так, комплектации. Да, если это можно так называть. Короче говоря, прокачивая машину на полную. Я бы лично очень хотел себе Свинглера в полной его версии, но понимаю, что мой карман не настолько широк, для того, чтобы себе это финансово позволить. Поэтому надеюсь на то, что буду максимум забирать из всякого рода игровых событий. Ну и соответственно, глядишь, может кто-то из вас мне чего-нибудь подкинет в виде подарочка. Буду безумно благодарен за поддержку развития канала. Что же касается машин, то, как я уже сказал, обзоры на каждую из этих тачек я уже сделал. Заходите, смотрите. Ну а буквально через каких-то полчаса мы с вами будем данные машины катать на стримчике в онлайне. И сделаем большой, абсолютно честный обзор на каждую из данных машин. Всех жду гостей. Приходите, будем вместе веселиться. Побежал снимать специально для вас. А вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok